МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хотели бы вы заплатить налоги впрок и надолго забыть об этих ежегодных тратах? Что делать, если вы не успели вовремя подать декларацию о доходах? И кто получил отсрочку на приобретение онлайн-кассы? Расскажем обо всем по порядку. Начнем с того, что вы могли упустить из виду. 15 июля истек срок выплаты налога для тех, кто обязан декларировать свои доходы по форме 3НДФЛ. Напомним, саму декларацию следовало сдать еще до 30 апреля. Если вы этого не сделали, поторопитесь, не ждите штрафных санкций. Обязаны были представить декларации граждане, если получили доход от продажи движимого и недвижимого имущества, находившегося в собственности менее 5 лет, получившие доходы от сдачи имущества в аренду или оказания платных услуг, услуг по репетиторству, услуг нянь, домработниц, Задекларировать доходы обязаны были получатели, выигрыши от организаторов лотерей, тотализаторов или других, основанных на риске игр. Также задекларировать полученные доходы обязаны были граждане, получившие в дар движимое и недвижимое имущество в денежной форме, в натуральной форме, за исключением случаев, когда даритель и одариваемое лицо являются членами семьи или близкими родственниками. Также задекларировать доходы обязаны были индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты. Информация о задолженности по НДФЛ доступна в личном кабинете налогоплательщика. Там же можно и оплатить долг. Этим летом стартовала третья волна амнистии капиталов. Напомним, этот процесс начался в 2015 году. ФМС России обеспечивает конфиденциальный порядок хранения деклараций, не имеет права передавать их третьим лицам, а также использовать данные при мероприятиях налогового контроля. Специальную декларацию можно представить в любую налоговую инспекцию, независимо от места постановки на учет, а также в центральный аппарат не позднее 29 февраля 2020 года. Специальная декларация представляется только на бумажном носителе. Электронный способ представления не предусмотрен. Кроме того, декларация, представленная по почте, будет считаться непринятой. Сохраняются гарантии освобождения декларанта и лица. Указана специальная декларация от уголовной, налоговой и административной ответственности. В случае осуществления ими репатриации денежных средств, а также регистрации в порядке редименциляции иностранных подконтрольных им компаний. То есть теперь недостаточно указать просто расчетный счет в зарубежном банке. Необходимо перевести денежные средства в любой из российских банков. То же самое касается и иностранных компаний. Их необходимо будет перевести в российскую юридикцию в один из административных районов Калининградской области или Приморского края. Подробная информация о добровольном декларировании, порядке заполнения и представлении спецдекларации есть на сайте налоговой в соответствующем разделе. Совсем скоро куряне получат сводные уведомления на уплату имущественных налогов за 2018 год. Их составят с учетом изменений законодательства, которые могли вас коснуться и о которых вы, возможно, даже не подозревали. С этого года у нас появилась новая категория льготников в отношении налога на имущество физических или земельного налога. Это дети-инвалиды и дети-инвалиды с детства. Законодатель предусмотрел в отношении этой категории распространение данной льготы, начиная по правоотношению, возникшей с первого ряда 2015 года. То есть при обращении такого налогоплательщика в налоговый орган, в налоговый орган будет иметь право произвести перерасчет ранее исчисленных сумм налога, если они ему начислялись. Кроме того, появилась также новая категория и так называемые физические лица, которые по пенсионному законодательству, действующему до 31 декабря прошлого года, имели право на назначение пенсии. Им также будут предоставляться льготы по земельному налогу и льготы по налогу на имущество физических лиц. По земельному налогу это 6 соток, то есть 600 квадратных метров, которые минусуются из кадастровой стоимости. И по налогу на имущество это такое же освобождение, как и в отношении остальных категорий. Введена новая льгота, такая как для семей, то есть родителей, имеющих в трех и более несовершеннолетних детей. Льгота у них также появляется и по налогу на имущество, в виде дополнительного вычета на каждого ребенка. Если это жилой дом, речь идет о жилом доме, значит минусуется 7 квадратных метров кадастровой стоимости на каждого ребенка. Если это квартира, то 5 квадратных метров на каждого ребенка. Важная информация для тех, кто не любит держать в голове многочисленные даты исполнения тех или иных финансовых обязательств. Есть решение, теперь имущественные налоги можно оплатить впрок. Для этого у вас просто должен быть личный кабинет налогоплательщика. Не нужно будет заполнять три платежные документа, можно заполнить всего лишь один. При условии достаточных денежных средств, которые поступят налоговые органы, налоговый орган самостоятельно распределит эти деньги по всем трем налогам. Если деньги остались, то при наступлении следующего платежа эти денежные средства автоматически будут зачислены по погашению ваших или же текущей задолженности, если она будет, или же останутся в счет будущих платежей. И еще совсем не обязательно разово вносить на счет какую-то крупную сумму. Вы можете пополнять его как копилку, хоть по 100 рублей в день. Контролировать остаток тоже несложно. Уведомления о начисленных платежах также будут приходить вам в установленные сроки. Рассылать налоговые уведомления курянам начнут в сентябре. Их разместят в личном кабинете или отправят по почте. Но уже сейчас, не дожидаясь налогового уведомления, можно получить информацию по ним на промо-странице «Налоговое уведомление 2019» сайта ФНС России. На промо-странице можно получить ответы на следующие вопросы. Что такое налоговое уведомление, как его исполнить, как получить налоговое уведомление, как проверить ставки и льготы, указанное уведомление и на многие другие вопросы. Кроме того, на промо-странице размещена пошаговая инструкция, как получить льготу, а также размещены видеоролики, которые наглядно разъясняют налогоплательщикам порядок отчисления и уплаты имущественных налогов. Срок уплаты имущественных налогов – 2 декабря. От физических лиц к бизнесменам. Третий этап перехода на новый порядок применения контрольно-кассовой техники должен был стать и последним. Он завершился 1 июля. В соответствии с третьим этапом применения контрольно-кассовой техники обязаны были применять организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере оказания услуг и имеющие наемных работников. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на ИНВД, не имеющих наемных работников в сфере торговли, за исключением тех, кто торгует продукцией собственного производства. И индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на ИНВД, осуществляющие торговли с использованием торговых аппаратов. Тем предпринимателям и должностным лицам, кто по разным причинам не обзавелся необходимой техникой, грозит штраф. Минимум 10 тысяч рублей. Для юрлиц – не менее 30 тысяч. Согласно изменениям в законе, финальным станет четвертый этап перехода. Отдельные организации и индивидуальные предприниматели, с учетом специфики своей деятельности, могут не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов с населением. Это те, кто торгует в киосках и журналах, те, кто в киосках осуществляет торговлю мороженым, те, кто с цистернью торгует маслом растительным, молоком, квасом, те, кто осуществляет торговлю бахчевыми сезонными культурами, и для тех, кто осуществляет торговлю продовольственными товарами, с открытых прилавках, в крытых помещениях. От срочку до 2021 года получили индивидуальные предприниматели, которые сами торгуют продукцией собственного производства.